Всем доброго времени суток, коллеги рыболовы! Спасибо, что заглянули! Ну что, Добби свободен, наконец-то я выполнил все эти юбилейные задания, чего и вам, собственно говоря, советую, так что сходу можно влупить лайкосик за такое. А в этом видосе я вам расскажу ключевые моменты, как быстро и успешно выполнить все задания. Во-первых, по ссылке в описании вы можете зайти в наш Дискорд, здесь есть, собственно, куча полезных текстовых каналов. Сейчас самое главное, что вам надо, это вот этот вот текстовый канал, он называется «Юбилейные задания». То есть в нем мы постим, я и другие ребята, задания, которые мы выполняли. То есть вот у нас тут уже постов тьма тьмущая, собственно, даже уже не прогружаются тут. Но оно прогрузится, просто дольше надо ждать. Вот. Как пользоваться поиском, я расскажу в этом юбилейном задании. Также второй ключевой момент, то есть первое, что вам надо, это юбилейные задания в Дискорде. Также я покажу в этом видосе, как я лично сам выполнял задания, где на каких точках. Поэтому видос будет, ребят, не короткий. Там, опять же, для удобства вашего поиска можете просто перематывать видосик. Я потом поэтапно буду по очереди все показывать. Но вы можете самостоятельно проверять не только мои точки, а те, которые выкладывают ребята в юбилейных заданиях. То есть, помимо того, что вы можете смотреть посты юбилейных заданий, вы можете также проверять точки самостоятельно. Для этого в Дискорде вы можете выбрать текстовый канал «Поиск точек». Вот такой вот текстовый канал у нас есть. Здесь, соответственно, есть ссылку на ВК, на китайские точки ВК и ссылку с иностранным Дискордом. В них тоже постят точки по закрытию заданий и не только там по той или иной рыбе. Соответственно, здесь инструкция о том, как этим пользоваться, поиском в ИКшке. И, соответственно, инструкция о том, как пользоваться поиском в Дискорде. Но это я уже потом более подробно покажу. Просто говорю. То есть, первый момент – это юбилейные задания, текстовый канал. Смотрим здесь поиском, пользуемся. Пользуемся, ну вы поняли. Дальше. Еще есть текстовый канал «Поиск рыбы». И здесь, соответственно, ссылка на сайтик с рекордами. То есть, вот мы нажимаем и переходим на великолепный сайтик RF4Stat. Очень полезная тема. То есть, здесь мы ставим период выборки за какой-то там… Ну, предположим, если понедельник, вот сейчас понедельник у нас, я ставлю один день. Вторник – два дня. Ну, среда – три дня и так далее. Я поняли, думаю, вы логику мою. Соответственно, он сохраняет рекорды за тот или иной промежуток времени. Здесь можно просто на вот этот выбор дня нажать. Так, а можно? Нажмется, я что-то не понимаю. Выбор дня нажимаю. Да, вот выбор дня и количество дней недели относительно дней недели. Вы можете, конечно, и за 30 дней рекорды посмотреть. Он прям все сохраняет этот сайтик. Очень полезно. Вы можете посмотреть, как отдельный водоем и наживки на нем, так и на отдельном водоеме отдельный вид рыбы. Вот вас интересует, там, я не знаю, условно, какие наживки на Норвежском море. Вот вы в Норвежском море выбираете наживки и все. Вот самые ходовые. То есть на поролоновую рыбку у нас был установлен 582 рекорды и так далее. Вы можете, там, конкретно вас интересует, например, я не знаю, кто, 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 кто. Ну, менек вряд ли вас интересует, да? Какой-нибудь, например, окуй норвежский. Вот вы нажимаете наживки и все. Вот у меня за один день тут на сквидвардов народ ловит, там, кто-то на перчики. И тому подобное. То есть очень полезный сайтик. То есть, еще раз. Текстовый канал юбилейные задания. Текстовый канал поиск точек. И текстовый канал поиск рыбы. Все эти ссылки, все эти ресурсы есть в нашем дискорде. Соответственно, в этих текстовых каналах. Вы просто их открываете и смотрите. Поехали по поводу заданий. То есть потребовалось мне чуть больше пяти дней. Но там 10 часов где-то из этих пяти дней я на медном провел. Не ловил. Никуда не ходил. Ничего не делал. Что-то подзабил там почему-то 10 часов на эти задания. Хотя зря. Мог бы выполнить значительно раньше. Но это все ерунда. Потому что вот есть такое замечательное задание у нас. Поймать сиванку на 4 килограмма. Какое-то там у нас премиумный, не премиумный. Нет, вроде не премиумный. Северский Донец. И вот как назло не вижу. Ультралайт. Нет, это какое-то тяжелое было задание. Волхов, ладошка. Старый острог. Хоть убей, не вижу. Кори, блесна, вращалка. Походу в экстра что ли этапе у нас находится. Ладошка, полтора. Волхов. Я, короче, в глаза долблюсь, ребята. Что-то вообще. Хоть убей, не вижу этого задания. Наджик. Ну, Кори. А вот, господи, она. Вот, три колдеза. Короче, поймал я на Бальсу Крэнк. Это было и мое последнее задание, с которым у меня больше всего проблем возникло. То есть, поймать на Куори Форельс Иванску 4 килограмма. Собственно, вот я сегодня отловил. Не продавал. Буквально, то есть, час и четыре минуты назад. Вот, мне сел на 4,499. На Бальсу Крэнк 0,3. Ну, ладно. По заданиям я конкретно все сейчас покажу. В порядке убывания. Или как это, да? То есть, с первого начнем этапа. И дальше потом премиумные. Также с первого этапа. И дальше. Чтобы сейчас конкретно не акцентировать внимание. Просто я про время заговорил. Соответственно, больше всего у меня на Сиванку ушло. Это 20 часов. И с Карпом на Янтарке возникли у меня проблемы. Это у нас четвертый, да? Я насколько помню, этап. Вот. Пятый, да. Шесть видов Карпов. Очень тяжело мне, короче. Все это заходило. По итогу Старваса поймал. И потратил я на Карпов около 17 часов. Вот. Так много, потому что я бегал по разным точкам. И разную наживку ставил. Хотя надо было в тупую стоять там на тех точках, которые я покажу. Так что поехали, короче. Для тех, кто, опять же, там нету возможности по каким-то причинам зайти в Дискорд и воспользоваться этой всей информацией. Сейчас я буду показывать каждое задание, где я выполнял на что. Потом в конце видоса я озвучу свое мнение по поводу наград и какое-то ТТХ там их посмотрим и тому подобное. Там стоит, не стоит, там этим заморачиваться. Опять же, выбор каждого. Мне важно было получить статуэтки, собственно, статистику в награды, повесить их в дом. Потому что, ну, для меня как-то это уже как какой-то этот, я не знаю, гештальт незакрытый. Вот. То есть, обязательно его нужно закрыть. Награды получить. Собственно, там какие-то призы, понятно, там для моего уровня, опять же, такие, но не особо важно. Да? То есть, что у нас там? Подключил интерфейс случайно. Когда запись включал. Вот. На моем 51 уровне там такие награды, это не особо критичные. То есть, там, ну, понятно, там катушки и тому подобное. Ладно, короче, не об этом, а то видос слишком длинный будет. Извините. Погнали, ребята. Начнем с первого задания. А, по поводу поиска, ребята. Также он работает, получается, по всем параметрам. А, так я сейчас на каждом задании покажу. Вот, смотрите. Например, первый этап, первое задание. Нужно поймать на водоеме Камрин и реша Марса не менее 80 грамм. Ограничений нет по удилищу. То есть, мы заходим в Дискорд, пишем в поиске. Вот справа сверху в поиск. Нажимаем и пишем Комари Но Е. Просто название локации. Пишем Enter. Нажимаем и поехал. У нас справа сразу же список появляется с Камаринки постов. То есть, вы можете выбрать. Вот, например, самый верхний берем. Что у нас тут? Ёрш. И вот эту кнопочку перейти. Нажимаем. Все. Мы переходим на пост. Ну, либо тут можете сразу открывать в открывшемся справа меню все эти информации. Просто здесь мы можем прямо на пост перейти. Тут более крупно. То есть, вот Камарина 8787, клипса 10, черепь навозный. Собственно, я поймал не тут. Но вот, ребята, у нас пост делали. Я своего Ерша поймал на 4678, ребят. Тоже с клипсой 10 вот стоял. Опять же, на этом месте. Вон там человечек троф поймал. 4678. Заброс вот слева от рясочки. Соответственно, квадрат B5, клипса 10. Я тут поймал. Вы можете пойти по этому посту. Вот от человечка 22 числа был пост. Это первый этап. Первый этап. Второе задание теперь. Поймать на водоеме вьюно карася серебряного золотого не менее 1,2 кг. То есть, мы пишем, что теперь не комари. А вьюнок. Вьюнок. Поехали. Что у нас тут? Тры-пыры в папидыры, да? Вот. Сразу же. Первое задание. 84-113, ребят. Находится в квадрате, соответственно. Что тут? Ну, D4 получается. На болоте. Клипса 10. Ловил человечек на овсяную кашу. Я выполнил на кашу манную. И вам советую, в принципе. Ну, карпы там могут, конечно, поклевать. Но я на кашу манную ловил. Опять же, по постам тут можете посмотреть. Люди ходили, там, ловили. Может, на какие-то другие наживки попробовать. Любые, в принципе, каши черви. Там даже тот же выползок. Но карпы могут клюнуть. Это не забывайте. То есть, по венку рассказал. Дальше. Первый этап. Третье задание. Поймать на водоеме белая головля массой не менее 1 кг. Я поймал на матч. Поймал на кузнечика с жуком навозным. То есть, ловил на матч на бутерброд. Вам, многим, наверное, это недоступно. Поэтому пишем белая. Соответственно. И поехали. Вот сразу же у нас первый пост. Первый же пост по матчу. Понятно. Кстати, по поводу точек. Вот вы на всех точках можете ловить, как бы, в принципе, и не на матч. То есть, тут ограничений-то нет по удилищам. Вы можете и на спиннинг его поймать. Этого головля на килограмм. Вот у нас сразу же постик есть 73-52. 73-52, речка белая. Ловил человек на 12-й спикер. Можете на 18-й попробовать. Также еще головля можно поймать на донку, просто поставив кузнечика. То есть, на тех же точках, где вот люди ловят на матче, либо вот на спиннинг, вот точка по матчу. Вы можете просто закинуть донку с 20-й клипсой на кузнечика. Ставите кузнечика и все. На донку тоже изи. Бризи спиннинг донка и махи-мачи закрываются. Дальше. Второй этап. Поймать на водоеме озеро Комариное, либо в Юнок 7 видов на наживку каш перловая. То есть, просто рандомно вот, опять же, пишем Комариное. Там Комариное, либо в Юнок, да, у нас. Вот, приходим на вот эту точку. 53,87. Расположена она у нас прямо около базы. Вот, квадрат С4, соответственно. Приходим сюда, клипсу 10 ставим. Ставим, кто там у нас получается? Кашу перловую на донке. Также советую, помимо каши перловой, еще, фу, каши перловой, помимо донок, ловить на махи. На махи там глубину 70 поставили, и все. И там просто изи-бризи. Карась, густерка, ротан, карась золотой, уклейка. Также, я потом пошел на в Юнок, и на в Юнке, получается, закрыл ельца и леща. Тоже на кашу перловую. А это все с Комаринки. Я поймал гуси, карасей, ротану, уклейку. То есть, по поводу этой самой. А еще, кстати, вот полезная инфа не показал. Но там, опять же, в начале видоса, да. Есть у нас в Дискорде вот такой вот текстовый канал. Он у нас называется Грунт Эклипса, да. Блин, еще бы тут найти его, и было бы вообще классно. Миллиард полезных текстовых каналов сделал. Где это все? Крючки, прочность, грунт Эклипса. Вот. И мы попадаем, собственно, на тот же сайте, который я до этого показывал. Выбираем здесь водоем. И тут можно линейкой воспользоваться. Например, выбрать координаты. И на каком расстоянии вам клипсоваться, например. И также полезно, вот, пользуюсь этим, чтобы вам показать координаты. Нас интересует, какое, господи, задание-то я уже забыл. Каша перловая, соответственно, на Комаринке. Координаты какие там были у нас? Комарина, нет, не тот. Вот, тот, вот, вот. 5387. То есть, это прямо возле базы. Господи, сколько ссылок. 5387, да. Вот тут вот мостик идет. Тут стоим, сюда закидываемся. У клейка, вот здесь вот еще один мостик есть. У клейка каша перловая. То есть, чуть правее уходите, прямо перед вами будет еще один мостик. То есть, здесь вот лодка стоит. Лодка. Там на донку клипса 10, как в том посте. А чуть правее есть мостик. На нем тоже каша перловая. Там можно уклейку, соответственно, поймать. Я там и поймал. А на вьюнке я поймал два вида. Соответственно, ельца прямо возле базы. Вот здесь слева от моста. Вот вы спаунитесь, получается. И здесь вот тряска такая с травой идет. Просто кашу перловую закидываете либо на мах, либо на донку. И тоже там может плюнуть. Ну, на донку маловероятно. Рекомендую все-таки с махом всю эту историю повыполнять. Ну и леща я поймал на перловую. Опять же, в этом болоте. Где, когда карася на кило 200 ждал. Тоже по поводу поста выше. Далее. На чем мы с нами скажем, перловую прошли. Белая, пять видов искусственная приманка. То есть, я рекомендую ловить на спикер восемнадцатый. Два восемнадцатый который. И черную ворщалку я последнюю форель поймал. Три точки, ребята, у нас ключевых на белой. Показываю, смотрите. Вот. Мы на речке белая. То есть, 73, 58. 73. Вот. 72, 59. 73, 59. Ну, не важно. Вот в этом месте вы стоите. Условно, 72, 59. Около вас будет камень. Вот он в воде стоит. Вот вы справа от камня кидаете. Это первая точка на спикер восемнадцатый. Дальше. 71. Так. Как тут ее нащупать-то? 73, 57. Нет. Неправильно я говорю. А вот. 71, 37. Да. 71, 36. Вот. 71, 37. И сюда кидаете, соответственно. 71, 37. Тоже получается уже слева от камня. Спикер восемнадцатый. И еще у нас точка есть. Так, линейка. Отстань. 73, 47. Вот еще одна. Третья точка. Которая вам надо знать. То есть. На трем точках прошлись. Спикеры восемнадцатый покидали. Все. Изи, бризи. Это задание на искусственную приманку выполнили. Дальше. У нас идет старый острог. Окунь. Масса не менее кило двести. Мы пишем в поиске. В нашем дискорде. Соответственно. Камарину убираем. Пишем. Острог. Острог. Ентер. Смотрим по окуню. Вот. Можно 35, 58 сходить на отводное половить. А можно 21, 67. Я закрыл на 21, 67. Вот мы переходим на это сообщение. Соответственно. Вот у нас карта. Квадрат С2 находится. И сборка с тенифишиком. Вот 4,03 человечек использовал. Я тоже, собственно, такой же. Все на 4,03, я так понимаю, собственно говоря, ловят. То есть. Там ряска. Вдоль ряски просто прокидываете в этом квадрате. Джиг ступеньку делаете на маленькой скорости. Ну вот тут, собственно, расписано. Shift, джиг, ступенька. Там по постам походите. Тут постов много. Кто-то скорость 50 ставил. Вот. Вот эта ряска. То есть вы на 22, 21, 67 встаете. И вот сюда вдоль ряски джиг ступеньку делаете. Вот с этим вот. Редмонд Таклерсом Тенифиш 4,03. Опять же там. Критерий под каким-то удилищем нет особого. По сборкам посмотрите. Подберете там. Не супер-супер надо. Опять же там. У него трофейный вес. Считайте. Вот 1,6 кг. Заодно рекомендую сразу же на отводной поводок ловить. Потому что есть квалификация. Поймать на... Ну в джигинге квалификация есть. Что на отводной трофейный окунь. Заодно может и то и то сразу закройте. Все. По острогу мы разобрались с этим чпокушером. Далее у нас старый острог 10 видов. Используя маховое удилище. Открываем опять же до этого, которую сказал сайтик. Чтобы вам показать карту. Вот у нас старый острог. Есть координат 35,58. Ну вот они плюс-минус здесь. 35,58 находятся. Здесь клипсу 10. Ой, клипсу 10. У нас же намах. Здесь просто встаете и прям перед собой намах кидаете. То есть я кидал червь навозный, тесто сладкое. Каша перловая, червь навозный, выползок, червь навозный, выползок. Ну собственно там как бы можете перемотать, паузу остановить, посмотреть. Муха плюс муха лягушка залетела. И муха плюс муха уклейка залетела. Но за уклейкой я специально ходил на другую точку. Эта точка у нас находится вот здесь. Вот 72,52 плюс-минус где-то тут вот эта точка. Либо 71,55. Там короче зеленая рязка. Вы соответственно в нее на мах кидаете. Просто муху как бы кидаете и все. Там особых критерий нет. Главное что маховое удилище. Ограничений по маховому удилищу нет. То есть ни лайт там, ни ультра лайт и все такое. То есть платва на 35,58. Ротан все это зайдет вам там. Единственное что за лягушкой там и уклейка можете сходить. Может еще голавлик там присесть. Вот дальше. На Куори у нас 5 видов. Используя оснастку джиговая. Соответственно опять же заходим в наш дискордик. Пишем тут в поиске. Хьюори. Да господи мышка куда-то. Хьюори. Ну не Хьюори, но Хьюори. Ну вы все поняли. Так ну вот тут посты посеванки. Сейчас в последнее время все с ней мучаются. Но пролистав ниже мы видим соответственно. Да. Что это у нас? Это пост по вращалке. По вращалке позже. По джигинг. Вот джигинг. Соответственно. Встаем в квадрате аж 7. Заряжаем соответственно черный могот, красный могот. Но я рекомендую поставить вот этот линз твистер 70.04. Он красненького цвета. Я все 5 видов поймал именно на него. Ипалия мне еще заодно кстати зашла. Но это уже следующее там задание. То есть окунь, голец, щука, форель. Ипалия. 5 видов как бы я поймал. Вот и человечек собственно еще на Лима тут дернул. Вместо щуки. Щуку еще кстати можно на коре. Вот здесь вот тряску покидать на джиг. Если вам там не везет с выполнением задания джигинга. По джигингу разобрались. Дальше. У нас идет 10 видов. Используя пикерное. Либо фидерное удилище. На медвежке. Нужно поймать. То есть я ставил там роковую шейку. Ждал. Линя золотистого. Он собственно в ней и клюнул. Также обычный линь. И усач мне клюнул. Плюс я потом поставил свежую клюкву. С клюквой поймал чешуйку. Поймал амура. Поймал зеркалку. Потом я ставил просто в тупую червя навозного. Поймал 3 вида. То есть это окуни и 2 разных карася. Также там советую майского. Попробовать заодно усача. В попытках закрыть. В принципе это изи скрывается. Про червей. Там всяких каши. Не забывайте. На это тоже в принципе легко поймать тот или иной вид. Там можете в конце концов муху какую-нибудь воткнуть. И вам там голавлик может заметить. Уклейка и тому подобное. Там лягушка. Но это конечно там уже совсем. Если прям совсем не прет. То есть просто вот любую дичь кидайте. И стоять соответственно вот на этих координатах. Медвежье. Медвежье. Вот. 55-31. Все где золотистого ловят. Собственно вы там можете стоять. Вот у нас кучу информации по усачам. По альтернативным наживкам на усача. И линя золотистого. Но об этом позже. Так. Мы еще не дошли. Теперь у нас старый острог. Густарой массой 650 грамм. Изи бризи. Пишем в поиске. Острог. Поехали. По острогу гуся. Вот. 27-54. Сразу же приходим соответственно в квадрат D4. И на мах. Рекомендую на мах поставить вот червь навозное сладкое тесто. Условно. Либо на бойлы. Конечно на донку можно половить. Но собственно говоря это такое. Блин. Хотел еще про текстовый канал один сказать. Там полезный. Давайте сразу же займусь этим. У нас есть текстовый канал. А я же про него говорил. Да. В самом начале. Поиск рыбы. Да. То есть вы по густере можете также посмотреть в этом текстовом канале. Зайти. Что я протупил. Я же сказал про него. Выбираете например вьюнок. Виды рыбы. Кто там у нас. Ой какой вьюнок то господи. Старый острог. Виды рыбы. Выбираете густеру. И вот. И смотрите на что ловят. Вот. Можно на бойлы. Можно на мах половить. На тесто сладкое. Если без бутера. Просто сладкое. Либо червь. Либо червь навозный. И собственно на этой точке успешно. Как говорится. Закрываете. Вот она точка. Заброс там прям перед собой. Вот. То есть вот тряска. Вот сюда бросаете. И глубина соответственно метр. Вот вы ставите. То есть опять же инфа есть. Я точно так же на этой же точке и закрыл на червь навозный. Плюс тесто сладкое. Дальше. Медвежье. Усач 5 килограмм. Ну понятно. Личинку майского вы можете поставить. Либо опять же. Выбираете в этом. На этом сайте. У нас теперь получается. Водоем. Давай сразу вот так вот нажму. Водоем медвежья. Виды рыб. Усач. И соответственно ставить можете. Рак речной. Краб рыба. Это пелец плюс пелец. Либо раковая шейка. Либо личинку майского. Ну уж там на крайний случай. Выползок. Зерна пшеницы. И тому подобное. То есть смотрите здесь. По альтернативным наживкам на этом сайте. На что можно ловить. Ловить естественно так же там. На 55.31. То есть. Медвежье. Вот где у нас там. Вот. Усачи. 55.31. Клипса 17. Вот на карте точка собственно находится. Как это сказать. Между двумя квадратами. F7 и F8. Соответственно. Далее чем. Медвежье сказал. Поймать волхов 6 видов на воблер. То есть просто троллите по междуречию. И приманки. Ну вот смотрите. Я тут на бальсу. Крэнк на воблер. На что-то. Приманок очень много. Опять же такие. То есть. Давайте вот вам покажу карту волхова. Что такое троллить по междуречию. Чтобы понимание было. Вот вы на базе респитесь. Вот это вот место. Это междуречие. По поводу лося ладожского и всех видов. Рекомендую 6.5 метров. Но об этом позже как бы. Но. То есть. Ключевые места троллинга. Это вот эта вот полоса. Вот от сих пор до сих пор. Ну можете до конца. Но не рекомендую. Я вот здесь вот разворачивался. И обратно. То есть. Вот так вот по прямой ходите. По междуречию. Вот так вот ходим. От сих пор до сих пор. Либо еще можно сходить сюда до 7.5. До дамбы. Или что это там. Завод этот консервный. Блин. Я хер его знаю. Ворот. Ему ноги. Еперный кетр. Так. Соответственно. Либо вот так вот проходите. Да. Либо просто коротко. Вот это конкретно междуречие. Оно и называется. Если люди пишут междуречие. Значит это вот это вот. Между островами. Не знаю почему он. Между острововье. Не называется. Как бы. Вроде между островами. Но междуречие. Ладно. Тупая шутка. Забейте. Я это вырежу. Но это не точно. Далече. Поехали. На чем мы там остановились. По междуречию. Да. Ходите. Воблер ставите. Все там. Наловите. Опять же. Б6.5. Сгоняйте. Это изи бризи. Вообще задание. Лемон сквизи. Как говорится. Дальше у нас пятый этап. На куори. На ультралегкую снасть. Либо легкую снасть. Поймать. Блесну вращалку. Пять видов. Тоже бризи изи. Ставите спикер 18. И я на него все и выполнил. И просто либо с места кидаете. Либо троллингом. Кьюори. Как я люблю говорить. Вот. Самый последний пост. Открываем. Постов много. Вы листаете. Увидите. Тут до хера кто на что ловил. Вот. Прям человечек стоял с берега. У нас. Евгений Цезарович. Как бы красавчик. Руку пожел. Добро пожел. Постик организовал. Вот. Стоите. 129. 109. Забросик. Все дела. Вот. У него сборочка. 1.08. Там любую снежинку. Но я советую. Опять же. Спикер 18. Причем. Он в два направления кидал. 129. 109. Он стоял. В одном направлении. И в другом. Либо троллингом. На эти вращалки. Проехать. И на карте. Соответственно. Точка. Также можно ее найти. Соответственно. Что у нас тут еще. До хера же. Где-то должно быть постов. Это все. Воблер. Это. Вот. На вращалку. Пост. Например. Кори. Троллинг. Вокруг острова. Да. Вращалку. Он ходил. Акиллу. Ставил. И спикер 18. Вот его маршрут. Короче. Это легкое задание. Все. Поймете. Все. Разобрались. Я думаю. Ничего сложного. Как говорится. Да. Дальше. Медвежье. У нас. Линя золотистого. Ну. Это понятно. Либо раковая шейка. Либо. Опять же. Смотреть. Альтернативные наживки. Для этого. В этот сайтик. Опять мы заходим. В медвежьем. Теперь уже. Линя золотистого. Выбираем. И смотрим. Либо рак речной кроп рыбок. Как кстати. И на усача. Либо тесто медовое. Раковая шейка. Там. Я не знаю. Искусственная клюква. Опять же. У меня. Выборка. Сейчас стоит. За один день. Потому что. Сегодня понедельник. Ребят. То есть. Кому-то там. Если завтра будет. Там. Вы будете смотреть. Вторник. Среда. Или четверг. Ставьте. Относительно. Дни недели. Если пятница. То 5 дней. Рекомендую поставить. Там. Вот. Таким образом. Тут. Выборку делайте. Называйте. Сохранить. Чтобы у вас. Именно рекорды. Этой недели были. Неделя у нас только началась. Поэтому. Первый день. Но это мои рекомендации. Вы как бы там уже. От себя. Как хотите. Можете. Это собственно говоря. Изменять. Может вас и за 30 дней. Интересует. Вот. Дальше. Волхов. Рыбца. На 1 килограмм. Мы пишем. Соответственно. Я просто показываю. Где я выполнял. Где ребята. Соответственно. Волхов. Как Александр Маркусович. Говорит. Волхов. Волхов. Что мы там. На рыбце остановились. Вот. 76. 50. Вот здесь. Кстати. У меня не клевало. 76. 65. Клипса. 15. На выползка. На карте. Вот. Точка. Находится. В квадрате. D7. Координат 76. 65. Клипса. 15. Вот. Заброс. Собственно. С мостика. Вот. С этого. Какого-то. Дряхло. Блин. Как моя жизнь. Соответственно. Я ловил рыбчика на координатах других. Тут много-много. Вот. 103. 102. 36. Это у нас находится напротив ЖД моста. Заброс перед собой. Клипса 20. Координат 103. Ой. 102. 36. Вот. На карте точка в квадрате F9, F8. Соответственно. Можете посмотреть самостоятельно в нашем дискорде. Как обычно собственно говоря. Дальше у нас идет Кори Форель Сиванка. Ёберный театр. Брос. Меня трихомудит. Ребят. 20 часов я потратил на эту Сиванку. 20 карл часов. Блин. Это было мое последнее выполненное задание. Это просто ужас. Я не знаю. Мне так не перло. Вы просто посмотрите на мой садок. Ребята. Вот. Я и тут не сдавал. Половил немного. Сегодня начал. И вот. И спустя 3 с половиной часа я только поймал ее. По массе тут. Посмотрите. 3 500. 3 400. 3 200. Это только сегодня. 3 с половиной часа. А еще до этого получается 16 часов. В попытках. И на стримах я это делал. И что такое. И что такое. Что сказал. Сам не понял. Кори. Опять же. Сделал пост. Но еще с незакрытым. То есть. Вот тут уже человек написал там. Спасибо. Закрыл по твоему посту. Вот. Вот мой пост. Кори троллинг по черной линии. Клипса 20. То есть. Вот такой маршрут. И для себя выбрал самый оптимальный. Можно чуть дальше еще доходить. Вот. До вот этой отметки. И конкретно по 7 с половиной. Здесь разворачиваться. Это по сиванке. Я ловил на вот такой вот. Бальса крэнк. 6503. Опять же. Такие. Коллеги. Рыболовы. Где у меня сборка. Блин. Вон. Любая. Я только не прокрашенные. Приманки использую. То есть. Это крафтовые. Качество у них 9 из 10. У меня не крафтит. У меня фулочки вкинут. У меня только 9. Либо 10 крафтит. Но очень редко. Вот такие вот. Получается. Милфы. Я их называю. Имба. Непрокрашенные. У них несколько видов. Я только на такие приманки ловлю. Опять же. Там. Для понимания. Для доказательства. Вот. Например. Мои 75. Ушатанные. Вообще. Это. Причем. Уже не первое. Тоже. Только на такие. Не знаю. Вы можете обычными пользоваться. И у меня такой принцип. Я не знаю. Там. Такой. Такой принцип. Ну. Короче. Как-то странные мысли свои излагаю. Но. Суть. Суть в том. Что только на них ловлю. Вы можете обычные ставить. Ничего страшного. Там. По клеву. Критичных изменений. Люди ловят. Вот. Человечек поймал на 35. 05. Например. Агрессор. Эту сиванку. Дальше. Вот. У нас. Человечек поймал на бальс. Составник 80. С 0. 3. И кучу всяких приманок. Соответственно. Альтернативные приманки. Как вы поняли. Можно. Опять же. На этом сайте. Посмотреть. Виды рыб. Нажимаете. Выбираете. Форель сиванска. И поехали. Ну. В основном. Видите. Опять же. Рекорды на эту бальсу. Про которую я говорил. Плюс. Составник. Тут на спикер. Кто-то. Вращалки. Там. И тому подобное. Вот. Этот. Агрессор. Вот. 75. 0. 6. Соответственно. Из этих. Ставите. Опять же. Как я и сказал. Маршрут. Вот. У вас. На экране. Клипсу. 20. И погнали. 19. Поводки. У меня нету. Потому что у меня флюрокарбоновая леска. Поводки то есть. Неправильно. Поймите. У меня леска флюрокарбоновая. Поэтому. Необходимость ставить соответственно. Дополнительно поводки для флюрокарбоновой лески. Нет. И как бы. Так как снастка более аккуратно выглядит. И соответственно. Не так сильно там рыбу пугает. Ну. Хотя это не критично. Но опять же. Если бабки есть. И шпуля позволяет. Так как флюрокарбоновая леска толстая. Если у вас позволяет там шпуле вместить достойное количество лески. То соответственно ставьте флюр в леску. Это будет дорого. Ну. Без поводка. Как бы. Вот. Рекомендацион такой небольшой. Да. Ладно. С этим этапом. Хрен бы с ним. Мы разобрались. Где. На чем я там остановился. Куорий. Вращалка. Блесна. Линя. Ё-моё. Куорий. Вот. Судак. Поехал после. Сиваночки у нас. Судак. Масса не менее 5 килограмм. Мы пишем. Сура. Сура. Как Шура. Да. Только Сура. Соответственно. Вот у нас пост. Тромазура товарищ. Соответственно. Координаты. 99. 41. Поймал. Как бы. Её. Первый театр. Мать. Тереза. Святые угодники. Также. Советую. Ещё. Походить. Там. Либо с плавом. Либо с места. Покидать. На мягкие приманки. Соответственно. Приманки. Мы опять же. Такие. Смотрим. Вот. На этом сайте. Альтернативный. Очень полезный сайт. Ребят. Прям рекомендацион. Видов. Рыб. Сура. Судак. И поехали. Вот. Провокер. Уклейка. Квикер. Линзы. Собственно. На экране. Видите. Там. Паузу. Нажмёте. Несложно. Если что. Альтернативный. Посмотрим. Посмотрите. Ловить. Вот. В этой яме. В квадрате. Получается. Г9. И. По всей её длине. Либо с места стоять. Либо. Ну. Джиговать. Либо. С плавом. Ходить. На триудилища. Но. Самые. Ребят. Не рекомендую. Рекомендую наловить уклейки. Как бы. Опять же. Поискав посты. Через поиск точек. То есть. Зайдёте в поиск точек. Тут гайд есть. О том. Где эти посты. ВКшки искать. По уклейке. По Живцовой. Ничего сложного. Как бы. Найдёте. Чё там кто-то уже поймал. Чё-то закрыл. Вон. Человечек. Чё-то выполнил. Атлантика. Да. Но. Это позже. Давайте. Дойдём сначала. До этой хреноборины. В общем. Судаком всё ясно. Инфу рассказал. Рассказал. Показал. Да. Обнял. Заплакал. Убежал. Северский Донец. 10 видов. Использую. Лёгкая. Либо ультралёгкая. То есть. Берём поплавочку. Получается. Либо. Маховую. Либо баллонку мачевую. Классность. Мощность. Удилище. Должно быть. Лёгкая. Или. Ультралёгкая. И. Соответственно. Водоём. Северский Донец. Изи Бризи. Выполняется. Задание. Просто. Вот. Ну. Не знаю. Личинка Караеда. Перловая каша. То есть. Мы пишем. Северский Донец. В нашем Дискорде. Ну. Коротко. Просто. Донец. Я так обычно пишу. Этого достаточно. И люди так обычно пишут. Северский не рекомендую писать. Так может не найти. То есть. Если Донец интересует. Донец пишите. Как бы. Некоторые пишут полное название. Локации. Некоторые нет. Также. Не забывайте. Когда сюда посты оформляете. Не надо писать. Например. R. R. Донец. Донец. Вот так вот. Не надо писать. Потому что. Если вы пробел. Вот здесь. Вот между. R. Точкой. И Донец. Не поставите. То ваш пост. Не найдется. Вот этим поиском. Это очень важно. И в правилах. Опять же. В нашем Дискорде написано. Обратите на это внимание. Для тех. Кто будет оформлять. Правила. Прочитайте. И вот. Приходите. 57. 141. 175. 67. Это на. Ну. Ладно. Почихоня. Отдельно расскажу. Короче. Пока вы будете другие квесты выполнять. У вас это все. Спокойно. В принципе. Выполнится. И зайдется. Опять же. Там поэкспериментировать. Можете. С наживкой. Там. В конце концов. На всех этих точках. И что-то доловить. Там. Карасей. Там. И тому подобное. Ничего сложного. Собственно. Нет. Я по отдельным. Сейчас пройдусь. По Донцу. Не переживайте. Расскажу. Пока вы по отдельным пройдетесь. Это задание у вас само собой выполнится. На Волхов. Лося Ладожского. Господи. Ну. С этим я. Слава Богу. Не особо припотел. Часа 4. Наверное. Потратил. Повезло. В принципе. Изи Бризли. Лимон Сквизи. Как бы было. Да. Собственно. Поймал я. На Доджер Крэн. 10СС 06. Мы пишем. Волхов. И. Мои рекомендации. Коллеги. Грибаловы. Вот. Мой пост. Вчера был. В 12.47. Я в счастливый час приперся. Собственно. От дамбы. Можно ходить. Вот так вот сюда. Потом через мост. Переплываете. Но. Сборки лучше собрать. Под мостом. Когда проплываете. Здесь вы плываете. И. Я поймал. Вот. В этом месте. Прямо. В квадрате. С6. На. Соответственно. Вот. Такую сборку. С Доджером. 10СС 06. И. Вторые. Две. Приманки. Вот. У меня стояли. Дипик. Рэнк. 6.0. Второй. И. Вейко. 14.01. Но. Также. Не забывайте. Вы смотрите. Этот видос. Непонятно. Когда. Для меня. Там. 27. Число. Для вас. Может быть. Другое. Соответственно. Опять же. Заходите. На этот сайтик. Выбираете. Здесь. Виды. Рыбы. Лось. Ладожский. Вот. Приманки. Ну. Сейчас. В основном. Да. Народ на него ловит. Плюс. Составник. Тут. Кто-то на Ершаваще. Он тут ловил. 75.0. На 6.0. Судакова. Доджеры. И тому подобные. Снэтчеры. УЛС. Кренки. И тому подобные. Приманки. Рекомендую. На Волхове. Соответственно. Ходить. Именно. За ладошкой. В данный момент. Работает. Вот этот маршрут. Какой маршрут. Будет актуальный. Когда вы смотрите. Видос. Я не знаю. Соответственно. Поиском. Опять же. Пользуемся. Ребят. Не забываем. Очень важно. Помимо того. Что здесь еще. В юбилейных задания. Тоже будут. Ребят. Это я escape. Кстати. Нажимая. Кто не в курсе. Вот вы поиск. Например. Пишите. Там. Волхов. Тоже. Лайфхак. По дискорду. Вы нашли. И вам. Вот эти лишние окна. Уже не нужны. Просто пишите. Нажимаете escape. У вас пропадает поиск. Нажимаете escape. У вас. Закрывается. Соответственно. Вот эта менюшка. Справа. И нажимаете escape. У вас еще в самый низ уходит. 3 escape. И вы в самом низу. Ну это так. Вдруг. Кому что пригодится. Так. Поэтому я рассказал. Показал. Все. Так. При троллинге на Волхове. Клипсу я оставил. 20. Да. Насколько я помню. Волхов. Так. Ребят. Быстренько. Раз. Раз. Клипса. 23. Вот. Ну. Вы можете 20. 25. Плюс эти приманки. Соответственно. Попробовать. Дальше. По поводу. Северский Донец. Донец-Чихонь. Вот. Пишем. Ребят. Донец. Опять. В очередной раз. Донец. Донец. Господи. Да. И выбираем. Вот. 176. 175.67. На карте. В самом конце. Находится. То есть. Респайте здесь. И вот так вот. Бежите пешкодралом. Либо там на лодке. Плывете. Проще. Как бы. Это пробежать. На лодке. Идете. Да. Правильно. Будет. Извиняюсь. Еще загрызут в комментариях. Вот. У нас соответственно отсюда бежим пешком. Вот так вот проходим. И здесь вот на мостик встаем. Это единственное как можно пройти. Потому что моста нету. С этой стороны вы не попадете на эту точку. Собственно говоря. Так у нас никто. Кроме меня. Заброс никто не показал. Понятно. На скринах. Вот. Вы ставите точку. 176.67. Вот. Отходите чуть как бы. Получается. Взад моста. Как бы. В самый край. И вот. Перед собой. Получается. Кидаете. Вот в таком направлении. У вас по течению поплавки уходят. На два маха я ловил. Глубина метр двадцать. Координат сто семьдесят шесть. Шестьдесят семь. Сборка стоит. Кастер плюс подемка. Все. Изи-бризи. Чихонь там ловится. Там человечество у нас синяка поймал. Как бы. Йоперный театр. Да. Нормально он закрывает. Как бы. Задание. У него все точно такое же. Как бы. И сборка там. А. Он без бутера рубил. На подемку. Кстати. Вот. Прикиньте. Просто без бутера на подемку. Дальше. Кто у нас там идет. Волхов показал. Северский Донецк. Чихонь. Сура. Вот. Десять видов. Используя пикерное удилище. Тут обратите внимание. Пикерное удилище. То есть мы ловим. Если есть возможность там на пикеры поставить толстолобика. То советую. Вот. Весенние травы десять. Поставить. Это просто тонущий бойл. Без всего остального. То есть просто весенние травы десять. Мы пишем. Сура. Соответственно смотрим. Сура. Сура. Жерех. Вот. Сразу же. Банч пост. Восемьдесят один. Тридцать два. Клипса. Тридцать пять. На карте точка. Вот. Находится. Соответственно. В квадрате. Ф девять. И сборку. Ну он тут много чего-то понаставил. Можете цитрус стать. И да еще попробовать. Я советую просто вот весенние травы. Десятый тонущий. Поставить с дипом весенняя трава. На пикер. Да. Либо цитрусы. Соответственно. Это раз. Можете просто обычными. Это я просто так ловил. Вы же можете использовать пикерное просто вот червя, ручейника. Вот ручейник, сырный кубик, выползок, червь навозный. И просто по точкам пройтись. Опять же. Пишите. Здесь сурай. У нас вот здесь есть от Михаила Пушевича. Отличный постик. Да. Где же он там? Вот еще например от человечка постик есть. Вот на карте он точки расписал. Можете на паузе посмотреть. Тут и клипса написано. И на карте точки отмечены. Где он ловил, на какие. Я просто там что-то толстобобриков там начал ловить и тому подобную историю. Потому что мне интересно было другие задания. И от Михаила Пушевича у нас был пост. Так. Вот. Вот. То есть вы на него нажимаем и поехали. Вот вам на паузе. Ребята нажмите. Посмотрите. То есть где. На что. На каких координатах. Какая клипса и тому подобное. Точки. Опять же тоже можете легко найти. Вот в этом текстовом канале. Как до этого я показывал вам. То есть переходите интерактивные карты. И здесь вот вбиваете координаты. Там 75. Я не знаю. 76. Там. Вот. И вам сразу точку показывает на карте. Где собственно она находится. Если опять же тут вот. Ну такие моменты. Когда без карты. Все легко. Дальше. Сура. А ну все. То есть мы все выполнили. 10 видов наловили. Дальше ребят. Переходим к экстра этапам. А потом я про с Настей поговорю. Экстра этап. Первое задание. Речка белая. Поймать массой на кило 200. Собственно головля. Да. Или что там. Просто любую рыбу. На насекомое любую рыбу. Да. Я поймал головля. То есть мы пышим. Белая. Белая. Вот сразу же у нас. На матче. Подождите. Мы же это проходили уже. Или что. Или что там было с головлем. А головля на килограмм. Ну понял. А тут уже. На насекомое. Подождите. А там что было тогда. А. Это сразу можно два просто задания. Короче выполнить. Нифига я затригерил ребят. Короче вы сразу два можете выполнить. Просто поймав соответственно. На насекомое головля. И туда у вас зачтется. Я просто начал говорить про насекомое. В том задании. А там же насекомого то не было. Блин. Никакого ограничения не было. Тут просто. Головля масса не менее килограмма. На любую. Блин. А я выполнил этот этап. Блин. Мачем. Махом. Короче. Ну ладно. Там немного спонталы. Избил походу. Те кто в самом начале видос смотрел. Ну перезаписывать уже не буду. Я уже 40 минут орочу. Йоперный театр. Давайте ускоряться. Дальше у нас старый острог. Рыбу масса не менее 5 килограмм. Мы приходим на 2167. Пишем. То есть по белой понятно. Да. Насекомое. Приходим вот. Соответственно. Как я до этого сказал. 73. 48. И ставим либо донки. Либо матчи. И с клипсой 20. И ловим. 73. 48. Прямо возле базы. Клипса 20. Либо по другим любым точкам. Где головля ловит. 73. 52. Там и тому подобное. Далее. Че у нас идет старый острог. 5 килограмм. Пишем. Острог. Острог. Самый долгий мой видосик. Походу. Сейчас будет на ютубе. На остроге. Нас интересует. Этот самый мотив. Вот. Терезовый святые угодники. Чешуйку. Куда я там. А вот у нас есть. 2167. Клипса 17. Че тут у нас стоит. На клюкву человечек ловил. Я поймал. Кстати. На смородину. И советую. Собственно все так же так же сделать. Только со смородиной. То есть прийти на 2167. Это в квадрате C2. Закинуться на 17 клипсе. Со сборкой из смородины. То есть смородина по пап 16. Плюс смородина искусственная кука. И смородина дип. Ну либо клюкву попробуйте. Вот как в посте. Но я ловил именно на смородину. То есть чтобы вы понимали. У меня вот. Черная смородина по папа 15. Плюс дип смородина. Клипс 17. 2167. Собственно так. Куори. Пали обыкновенную. Я поймал на мягкую приманку. Вот пока. Выполнял джиговую квалификацию. То есть параллельно. Квалификацию. Что сказал. Джиговое задание. И параллельно как бы его. Соответственно. Кого интересует. Пишем. Куори. Куори. Дальше. Ищем пост по Пали. Вот у нас пост. Опять же. На живца. Вот еще ребят. Кстати не забываем. Вот у нас Евгений Цезырович. Как бы. Нам. Этот стоим. На остров. В квадрате. Г6. Если Йорж Живцову есть. Собственно. Вот сборка у вас на экране. На паузе. Можете посмотреть. Вот на карте точка. И поймать Палию. Либо опять же. Просто стоять и джиговать. В это место покидать. В это место покидать. Рано или поздно. Палия придет. Либо на живца. Либо на мягкую приманку. Можно еще на Веки поймать. У нас тут был кстати пост. Да. Это живец. Веки. Веки. Шмеки. Это мягкая приманка. Поролоночка. Давай. Давай. Это где родная. Так у нас уже спицы. Тут пошел новый. Это сюда. Где? Видел же явно я на Веки. Блин. Сто пудово. Был прям пост какой-то. С Веки. Это не Веки. Нет. Это вращалка вообще. Это живец. А это что? Вот она. Веки. То есть. Ну не советую как бы особо этим заниматься. Но опять же. Подожди. А что я несу? Какое отношение в Веки-то имеют? А. Ну все правильно. Здесь удилище любое. Масса полтора. То есть. Да-да-да. Все. Все. Ребят. Нет. Самое. Извините. Это я тарахчу. Вот он поймал на Настю. На Настю. Редмонд Таклист. Стинки Стик 4.5. 0.5. Вот такая у него сборка. Вот он стоял на карте. Кидал. Вот так вот выглядел его заброс. Посмотрите. Если что. Это для тех у кого прям совсем не получается. На мягкие приманки и на живца. Дальше поехали. Поймать на водоеме волхов. Шесть видов рыбы. Масса не менее одного килограмма. Но это изи-бризи. Там лещ, рыбец. Пока вы будете ловить леща, рыбца. Вы их поймаете. Плюсом. Когда вы пойдете троллингом. Вы там на блесну. Колебалку. Там воблер. Вы это все поймаете. Ладошку, головля, щука. Это просто троллингом выполняется. Сами понимаете. Пока другие этапы будете выполнять. Оно автоматически закроется. Упароваться не рекомендую. Сами понимаете. Поймать на водоеме. Ну в смысле. Сами понимаете. Что выполнится автоматически. Поймать на водоеме. Медная. Пять видов рыб. Масса не менее трех килограмм. Приходим на медное. Пишем медное. Медная. Бледная. Бедная. 56. Так. Какое медное. Это почему-то написано. А. У него до этого он поймал там точки. Вот. 56. 60. Соответственно. Сборка сливки. Можете поставить банан. Искусственную кукурузу. Либо сливки куку. Либо карамели. На 56. 60. С клипсой 10. Вот. То есть на карте точкам. Где находится. И соответственно сборка. То есть легко. В принципе. Там тоже все это плюс-минус. Закрывается. Те же цветники. То есть. Просто три разных сборки. Сборка с кукой. Банан. Сборка с кукой. Сливки. Сборка с кукой. Карамель. 56. 60. Клипса 10. Дальше. Медное есть. Поймать на. Куори. Рыбу. Масса не менее 7 килограмм. Опять же. Будете троллить. В попытках поймать. Ту самую. Сиванку. На 4 килограмма. Вам залетит что-нибудь крупное. Мне вот на стриме. Голец. На 18. Куорский. Залетел. На большинстве. 06. Опять же. По приманкам. Там посмотрите. Увидите. Легко. Изи-близи. На Волхове. Леща. Масса 2.5 килограмма. То есть. Такая же история. Пишем. Волхов. Волхов. И смотрим сразу постик с лещом. Рыбец. 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 Лещ. Вот. Я. Можно тут на 94. 108. Выполнить. Соответственно. Но я. Выполнил не тут. Кстати. Ребята. А. Пост я не делал. Потому что посты тут были. Сейчас я найду. Покажу. А вот она. 97. 124. Нет. Это не кто. Это ладошку кто-то с места дернул. Рыбец. А. Вот она. Точка. 97. 125. Клипса 20. То есть. Вот. Точка на карте находится. В квадрате. Е4. Ее я рекомендую. Потому что на то у меня не клевало. Который до этого показывал. Тесто чесночное. Вот. Сборка. Клипса 20. Кринет. 97. 125. Волхов. Карта. Вот. Ну. Все. Увидите. Посмотрите. Изи делаем. Дальше. Поймать на северском донце тарань масса 800 грамм. Тоже пишем опять же Донец. Донец. Холодец. По таране. 57. 141. На карте. Вот точка находится. Квадрат С3. Заброс там получается в ряску перед собой. Прямо вот. И соответственно тарань. Глубина. Метр. У нас. Сборка. Вот. Ну. Человечек на матч ловил. Я на мах рекомендую. Либо просто караеда ставим. Либо просто кашу перловую. Если бутер есть. То и караеда и каша перловая. Соответственно 800 грамм. Изи бризи. Дальше. Северский Донец. Комаринная. На комаринке в юнке старый строк. А. Это поймать трофей. Ну. Поймать трофей легко. То есть. Ребята. Можно просто вот. Сложность с этим заданием. Пишем. Комари. Но. И. И. Соответственно. Постик. Вот он. На. Прямо около базы. Опять же. Пост. 53.87. За лодку бросаете. Клипса 10. Сборка. Вот такая вот. Ваниль. Карамель. Сливки. Изи бризи. Там караси залетают плотва и караси золотой и серебряный. Можете троф поймать. Но. Вы. В это здание можете не упарываться. Потому. Что. Пока. Параллельно выполняете. Возможно. Оно. Само собой. И. Закроется. Дальше. Поймать на северском Донце клюнувшую в ночное время рыбу масса 3 килограмма. Я пошел специально просто и ночью на Донце нечего делать было. В попытках поймать опять же Сазана трофейного Донце. Все еще рабочая точка. Вот есть я по ней постик сделал. То есть Донец. Квадрат. Б3. Клипса. 25. Вот сборка. Палтус. Краб. Миди. Солюбл. И пикантный Палтус. Вот тут и ПВА собственно есть. На паузе сборку посмотрите. Вот вторая сборка. На нее тоже клюет. Это пресноводокриль и лосось. Соответственно. Я выполнил именно там. 32. 134. Еще координаты. Увидите на паузу. Нажмите. Дальше. По Донцу. Сура у нас идет. Пестрые бобрики. Но про это я сказал. То есть весенние травы просто ставите. Как я выше и озвучил. Сура. Так. Вдруг кто-то перематывает. Покажу сразу же. Вот. 81. 32. На карте. Вот точка. 81. 32. Клипса 35. Сборки можете либо с цитрусом ставить. Либо как я делал с травами. Но опять же рекомендую просто поставить весенние травы 10. И дождаться белого. Там сложнее белого поймать чем черного. Чем черного. Чем пестрого. Вот задание интересное. Сура. Либо северский Донецк. Красноперкун. Используя. Тут обратите внимание. Легкая. Либо ультралегкая. Маховая. Болонская. Матчевая. Там. Понимаете. Я закрывал на мах. Соответственно. Ультралайт. И. Тут есть выбор по водоемам. Я на Донце суперактивной точки не нашел. Поэтому я делал пост. Пишем мы сура. А у нас уже написано. Ну да ладно. Ищем мой пост. Либо любой другой пост. Ну вот. Мой пост по суре. Собственно. Две точки я расписал. Соответственно. Вот они находятся. Обе в этом заводе. В этом аквариуме. Я не знаю. В этом бассейнике. Хотите. Называйте это. Первые координаты. 4155. Вот она находится. Заброс. Прямо перед собой. Тут в эту ряску. Вторые координаты. 46-45. Тоже за кувшинки кидаем. Глубина везде 40. И сборка соответственно. На ультралайте у меня ставил. Поденка. Либо муха. Если без бутера. То просто на поденку ловите. Там на муху особо не дождетесь. Я просто вот. Это единственное. Что без перегруза. Было возможно поставить. Две поденки. Плюс поденка. На моем соответственно. Ультралайте уже. Перегруз по тесту был. Сборка есть. Вот соответственно. Карту показал. Заброс показал. Соответственно ничего сложного. На Донце я не нашел точки. Закрыл здесь. Причем закрыл я не до трофом перки. Мне 51 грамм до трофа не хватило. И у меня по прежнему красноперка на суре не закрыта. Ну кто я такой собственно. Их там ловить-то трофейных. Дальше. У нас пятый этап. Первое задание. Это ладошка. Сиг Лудога. Ой господи. Извиняюсь. На полторашку любого сига поймать можно на водоеме. Нужно. На Ладожском озере. Сиг Волховский. Волоксинский. Лудога и Воланский. Я поймал. Долго искал. Ходил. Точек не было. Старые посты. Что-то там проверял. Короче по итогу. Нашел точку. Соответственно вам показываю ее на экране. Мы пишем Ладожская. Еще бы писать научиться. Где мой пост. Вот по моему посту. Нет не по моему посту. Тоже альтернативный пост есть. Посмотрите. 59-63. Глубина 2 метра. Вот мой пост. 61-33. Клипса 20. Глубина 1,5. На мах не рекомендую. Там надо потому что до 20 клипсы докидывать. Напротив маяка встаете. То есть карта. Вот на экране у вас. F7 квадрат. Клипса 20. Глубина 1,5. Сборка. Вот. Паденка. Плюс веснянка без бутера. Опять же. Либо просто паденку. Либо просто веснянку. Активно там сиди клюют. Буквально вот я там за 25 минут выполнил. Хотя до этого ходил не получалось. Даже рябушка трофейная зашла. Прям нахер на то мне нужно. Ну вы поняли. Короче. Вот. Соответственно всю инфу по точке показал. Если что перемотаете увидите. Да. Быстро говорю ребят. Просто видос долгий. Почти час уже. 50 минут. Хочется ускориться. Дальше. Сура. Донец. Красноперка. Лендонса. А вот. Вот это вот задание. Поймать на выдуме Сура. Жериха Мас. Ой. Тут мне прям повезло. Повезло. Хоть где-то мне повезло в этих квестах. На Суре. Соответственно. Вот я сразу сделал постик. Пыры-пыры-пы. Красноперка. Это у нас не то. Где мой то пост с этим. Йоперный театром. Мать его Тереза. Жериха. Чтобы сразу. Тут много уже постов есть. Как бы альтернативных. Вот например. Можете посмотреть Сура. Вот на карте точка. Где находится. В 4-х метровой. Там получается. Вот сборка с Волкером. Это раз. Дальше. А ну тут в принципе плюс-минус эта же точка. Просто черик с берега стоял. Кидал в эту же яму. Собственно. Наживца на уклейку поймал. Вот еще как альтернативный вам вариант. Наживчика на уклейку. Клипса 25. Вот на карте точка. Вот соответственно сборка на паузе. Посмотрите. Дальше. Еще одна точка. Это мы уже видели. Вот Михаил Пушевич у нас альтернативную точку. Тоже выкладывал. В квадрате G5. Соответственно 99.86. Рызка не делал. Собственно. На этот же. Топ-вод. Рыкс Вокер 100.06. А где мой-то пост? Я что обнял в шары до убийства? Я вообще очень быстро его выполнил. А вот. Господи. Нашел. Вот я встал. Получается. В квадрате. G7. Старая там точка. Достаточно попсовая. Опять же с этим же Вокером. И бластовский Миксерес. И поймал. Просто рыскание делал. Через shift. У меня там на оверлорде. Скорость 30 стояла. 103.60. И что координаты. Вот карта. Точка. Все. Дальше. Жерех. Ясно. Понятно. Принято. Янтарная. 6. Ой. Господи. 17 часов. Я ждал вот этого чешуйку. Опять же. Ребят. По поводу янтарки. Давайте проще. Вот так вот вам покажу. Где у нас там янтарная. Первая точка, которую я рекомендую. Это 40.133. Здесь мы закидываемся на 16-й клипсе. Возле базы прямо эта точка находится. Ставим просто искусственную кукурузу. Икра. Просто икра. Сборки с икрой. Ничего как бы сложного. Опять же. Можете в этой статке посмотреть на что ловят. То есть нажимаем мы янтарная. И выбираем наживки. Наживки. Вот. В принципе на икру все ловят. Вот икра красная. Там. Либо с бойлами. Икра красная. Попа. Плюс эта икра. То есть по точкам поехали. То есть везде плюс-минус икра. Кроме одной. Сейчас скажу. Вот. Можете попробовать еще 64.94. Вот здесь вот находится эта точка в квадрате. Как он? Д. 7. Да. Клипса 35. И здесь на икру ловить. Это первая. То есть это уже вторая точка. 40.133. Это. Берестер. Блин. Линейка. 40.133. Вот здесь первая. Клипса 17. Потом. 84.147. Вот здесь у нас точка. Клипса 35. Вторая. Или. Блин. Это уже третья. Да. 64.94. Вторая. 84.147. Это третья точка. Также можно еще попробовать 120-155 на 25-й клипсе. Тоже на икру. Либо 137-147 на 15-й клипсе половить. Короче. По поводу 84-147, ребята. Ловил я на клубнику. И вам, собственно, советую. Вот у меня красный зашел. Причем я почему-то так много времени потратил. Я ходил с разными наживками. Экспериментирую. Хотя надо было на клубнику эту засесть и поймать этого красного. Мне три раза залетел призрак зеркальный. И при этом я не мог поймать последнего шестого вида. В принципе, если у вас тоже сложности возникнут, то советую. Вот. Три сборки. Клубника. Попап. Плюс искусственная клубника. Тьфу ты искусственная. Ну да, правильно. Искусственная клубника. И сборки с клубникой на 35-й клипсе на координатах 84-147. Это квадрат Е4 у нас вот на карте находится, соответственно. Просто три их ставите и красного дожидаетесь. Это у кого не получится все закрыть на 40-133. Потому что самая попса, естественно, здесь на просто искусственную кукурузу и крат. Также, конечно, еще можно и другие точки попробовать. На камне сходить. То есть, 102-4-66. Вот здесь координаты. Здесь покидать на 35-й. Либо под дуб на 169-83. Тоже с 35-й клипсой. Там еще половить. Я так и бегал. И все наживки так и пробовал. Короче, ладно. Это вообще жопа боль была. Дальше у нас шестой этап. Первое здание. Поймать на водоеме Ладожского озя 5 видов рыб. Масса не менее 1,5 килограмм. Использую отводной поводок. Это по поводу Ладожское. Тут ограничения только по водоему. То есть, мы пишем Ладожское. Ладожское. Очень тоже достаточно сложно у меня с этим этапом было. Я вот на карте тут нарисовал. То есть, смотрите. Щуку я поймал на 73,55. Вот. Эта точка на маяке находится. В квадрате аж 4. Вот. А мне щука на 6 килограмм залетела на поролоновую. А нет. Что несут? Они поролоновые. А квикер 7,08. То есть, вот на такую сборку. Только квикер 7,08. Зелененький стоял. Остальных всех я ловил. Соответственно, вот. Паролонка. Какая-то. Третья синяя. Да. Синя. Вот поролонка. Нет. Пятое это синяя. Третья. Получается, это зеленая, что ли. Пятое синяя. Зеленая. Кого я все понапутал. Да. Пятое синяя. Зеленая. Это третья. Вторая. Это красная. И, соответственно, на карте точки. То есть, помимо щуки, остальные 4 вида. Вот. На 80,23. Бросок на... Бросок. Заброс на маяк. Либо 86,21. Заброс вдоль скалы. Ловить на вот эти вот поролонки. Можете желтый, синий, красный. Все цвета попробовать. Ну, черный особо я не рекомендую. Черный там. Ну, и зеленый может тоже такое не очень. Либо квикирочки там и тому подобное пробовать. Рано или поздно зайдет. Опять же, вот тут посты можно посмотреть. Так, это уже другое задание. Вот у нас Михаил Пушевич, например, 82... Ой, 88,20. Наджик поймал на зеленую поролонку. Вот на карте. Как бы. И заброс. Ну, это те же плюс-минус координаты, которые я до этого показал и рассказал. Там уже главное, что просто повезло. Я вот, в принципе, долго мучился. Форелька и кое-как у меня, в конце концов, зашла. Щуку, да, на отдельную точку, если что, рекомендую, если проблемы возникают, сходить. Это у нас было... Это задание. Теперь Волхов, Ладожское озеро, либо Ладожский оплевок, Лося, Атлантическая, масса не имеет. Ну, естественно, советую на архипелаге. То есть, мы пишем архипелаг. Архипелаг. И у нас, кстати, пост есть по архипелагу. Но вот человечек выкладывал в клев тут его. То есть, вот. Но это из последнего, что было. Опять же, еще раз повторюсь. Вы видос смотрите, когда я не знаю. То есть, актуально это будет инфа или нет. Вот его садок Атлантов. Собственно, за 2 часа. Вот его сборка. 110-ка, 0-3. Вот он на карте. То есть, вот в этом месте он ходил. Вот. Вот сборка, еще раз. Чтобы понимание было. Вот его Лоси. И опять же, тут также ребята выполняли задания с этих же мест. Вот они на карте. Кто-то вот по Сиге ходил. Можете попробовать на ту же сборку походить. И тому подобное. Еще народ выполнял на других корах. То есть, вот. Я тут и закрыл. В квадрате B4. Я троллингом на стриме ходил. Вот в этом месте можете закрыть. То есть, здесь Сига. 37-я Сига. Здесь 11-метровая B4. И вот эта капля в квадрате F8 получается. Да, она находится. Ну да. Везде на 110-ке 0-3. Или, опять же, выбирайте этот сайтик. Архипелаг. Наживки. Ой, какие наживки? Виды рыб. Архипелаг. Виды рыб. Лосось. Атлантический. Один с приманок. То есть, 110-ка 0-3. 110-ка 0-1. Сначер 0-5. И тому подобное. Собственно, на экране у вас приманки есть. Увидите, посмотрите. Это следующее задание у нас. Старый острог, янтарная, медная. Чего? А, то есть, по водоемам острог, янтарка, медная. Где-нибудь просто поймать на фидер, либо пикер. Обратите внимание. То есть, ну вот все точки, которые я до этого говорил. И по медному, и по острогу, и по янтарке. На икру я закрыл. Собственно, я думаю, несложное задание. В принципе, просто на 40-133 приходите. На янтарке. На базе у нас находится эта точка. Господи, еще так скроллится сильно. Вот база, вот мостик. 40-133 встаете. Клипсу ставите 16. И икра. Покрупнее бойлы поставите. В принципе, рано или поздно зайдет. Единственное, что это либо фидер, либо пикер. Должно быть удилище, обратите внимание. Далее. Отпулася. Подождите, я что-то пропустил, что ли? А, нет, это и было задание. И что у нас? Остается последний этап. Ну, наконец-то. Первое задание последнего этапа. Седьмого этапа. Первое задание. Премиумное. Это поймать на водоеме ладожских пивок. 8 видов. Колебалку сзади. Тоже сложно возникает у многих. Я советую, во-первых, использовать вот такой слимшот. 15-01. Показываю его на экране. То есть, 15-тирое. Вот он. Такой слимшот. Эти крючки, естественно, лучше без пушки. Это у меня под яму с пушкой стояли, как бы. Но это не критично. То есть, вот у меня он хорошо работал. Слимшот. Плюс 4-х граммовая. 4G. Давай по-английски напишем. 4-х граммовая тайпуха. Волхов Лурес, который. Этот, опять же, это под ультралайт, либо лайтовое удилище. Но вы можете, если докачали спиннинг на 100%, поставить оснастку со сбирулина. То есть, условно, вы берете сбирулина с приманкой. И, соответственно, тяжелая конь сбирулина. С это у нас тонущая, а F это флот. Это по поверхности, которая плавающая. Да, флот это плавающая. S это тонущая. То есть, нам нужно тонущую под колебалку. Соответственно, чтобы заглублялась. Вот 35 грамм условно берем. И эту 4G ставим замечательную. Все. И мы на обычном спиннинге ловим с хорошим забросом. За счет сбирулина. Эту вращалку. То есть, ее я рекомендую и слим. Вот. То есть, то, что я позакрывал. Где там оно? Это у нас последнее. Да, вот. Вейка 2504. Слим. Этот слим. Тайп этот, который я показал. То есть, то, что я не показал, только там Вейка. Можете попробовать. Еще советую Судакову. Вот последний у меня корюшка залетел на Судакову. То есть, в основном у меня этот Тайп 0.3. На него всякая мелочь. По типу ряпус. Ряпуш. Ряп. Ряпуш. Рипус. Ну, вы поняли. Ряпушка, рипус. Корюшка. Головлики тоже могут по кунюшке позалетать. И тому подобное. Опять же, по приманкам. Можете посмотреть в том сайте. Который я показывал. То есть, сюда заходите. И по архипу просто выбираете. Вот так вот. Так. Вот. Наживки. И на какие народ там ловит. Те или иные какие-то. Может вращалки. Там для себя Вейка. Вот, например. Вот Тайпуха. 12-граммовая. Вот еще колебалка. Вот 4-граммовая 0.8. То есть, опять же, каких-то колебалок тут можно тоже насмотреться. По маршрутам троллинга, естественно. Опять же, как я и показал. Это ГФ-8. Капля. Сига. ДЦ. Б3. Получается. БЦ. Д3. Да. Вот это Сига. Либо 11-метровая квадрат Б4. Опять же, когда вы видос смотрите. Я не знаю, актуально это или нет. Через поиск точек. Либо через наш канал. Юбилейные задания. Все это можно посмотреть. Дальше у нас поехало. Ладожское озеро. Либо Архипелад. 15 видов. Вспользуя маховое удилище. Тут можно как бы, как и на Ладожском озере, так и на Архипе. Я все закрыл на Ладожском озере. По точкам бегал. Просто по всем по разным. По наживкам, собственно, вот у вас на экране. То есть, корюшка на воденку Мотыль. Уклейка там. Ладно. Проговаривать не буду. Просто пролистаю. Кому интересно будет, на какие наживки я закрыл. Вот. Собственно, у вас на экране они. Теперь по поводу того, как это искать. Пишем, опять же, в Дискорде у нас Ладожское. Ладожское. И здесь был замечательный. Да что написал-то? Ладо. Через тест написал. Ладожское. Да что пишут? Господи. Ладожское. Извините, ребят. Вот. И был постик. Вот, товарищ Митрон, красавчик, сделал хороший постик. Собственно, вот вам на экране информация. И какая рыба, и какая наживка, и какие координаты, и какой заброс. Он ходил на архипелаг, я не ходил. Я по всем этим точкам как бы прошелся, половил. И по итогу тоже сделал пост. А, нет, я ничего не сделал, потому что я просто карася дернул на базе. То есть вот здесь вот на базе, в квадрате D3, получается, есть пирс. И на пирсе там я карася поймал. То есть вот, что у меня там. Карась на тесто медовое, тесто творожное. Можете так же поставить. На мах тесто медовое, либо просто тесто творожное. И с пирса прямо его доловить. Плюсом, опять же, он точки, на карте вот точки. Это к предыдущему посту, ребята. Вот, единичка, точка, он ловил двойка, тройка и четверка. Это там на паузе нажмете. А вот, собственно, тут помечены эти точки. На карте вот один, два, три, четыре. Где они расположены? Ну и его покажу вам. Собственно, наживки на паузе нажмете. Если кому интересно, как он конкретно ловил. Я немножко там по-другому. То есть я карася вот здесь вот еще брякнул. Плюс мне там другие рыбы зарандомилось. Задание сложно, опять же. В дискорде смотрите. Если нет, то все на экране показал. Дальше у нас 15 видов лайт, ультралайт. Последнее, соответственно, задание. Поймать перечислить 5 видов редкого, либо редчайшей рыбы. А что это за бризи? А, это на медном я все выполнил, получается. Ну, и мне там не перло немного на медном. Я на янтарху еще сходил. И вы также, соответственно, по редким видам. 56-60 ловить на 56-60 на медном. А тут карты медного нет. Нам просто надо медное, наверное, включить. Чей-нибудь пост показать. Медное. Медное, медное, бледное. 56-60. Вот. Опять же. На карте точка находится вот здесь. Клипса там 10. По наживке, соответственно. Либо также сладкие сливки. Просто куку можете поставить. Либо просто куку-банан, либо просто куку-карамель. Карамель отдельно, сливки отдельно и банан отдельно. Просто и стоите, ждете. 56-60. Но не забывайте, вы там сколько-то видов поймаете. Например, там 3-4 вам не прет. Можете пойти и на янтархе долвить. Потому что вам в любом случае на янтархе задание выполнять. Соответственно, я вот, например, зеркало призрака там дернул на эту икру. И все. На тех же 40-133 там или 132-147. Всего 5 видов. Как бы это в принципе не сложно. Ну и все получается. Все выполнил. Все рассказал вам. Нифига я на тарах тела, ребят. Конечно, извините за долгий видос. Но я просто хочу сакцентировать ваше внимание на том, что не у всех там есть возможности и желание зайти в дискорд. Поэтому мне все задания пришлось проговорить и показать. Чтобы не было такого, что ни хера не показал, ни хера не рассказал. А по итогу все. Ко мне не придраться, я надеюсь. Но если что, опять же, комментарии пишите. Какие-то вопросы вдруг там что-то возникнут. Я на все отвечаю. Ну или просто поздравительные комментарии с тем, что я все-таки отмучился. В общей совокупности на этого гребаного карпа на Янтарке и на Сиванку на Куори я потратил 37 часов, ребята. 37 часов. Вот два вида пытался закрыть. Естественно, если мы отсюда 37 часов вычтем, то я бы как бы на полтора дня бы раньше все это выполнил. Понятно, многие уже повыполняли. Для кого-то, может, это не актуальная информация. Но все-таки считаю, что в принципе плюс-минус как бы я справился. Я там местами не спал, не ел. Короче, ладно. Это лирика отдельного жанра. Давайте по поводу призов поговорю. То есть, еще раз, нам дают, соответственно, лайтовое удилище спиннинговое и черноморец катушку. Это за обычное выполнение обычных не премиум этапов. По поводу катушки. Ее можно использовать на лайтовое удилище и выше, соответственно. Потому что шпуля 2000 на ультралайт уже не поставится. Как бы фрик 5,9 плюс-минус, ну нормально. Как бы там размерность шпуля у меня, конечно, небольшая, но тем не менее. В принципе, за халяву уксус сладкий, тем более, эксклюзивная катушка прикольно выглядит. В коллекцию пойдет. Даже, может, многие там найдут ей применение. И вот это вот удилище Виктория. Я не знаю, как это озвучить. Короче, у него проще с 18,3. Естественно, катушка слабовата под такую. Но в теории, как бы, половить на это удилище можно. Оно пригодится при выполнении квалификации. То есть, есть квалификация Light Ultra Light. В принципе, этой палкой, как бы, его закрыть можно. Далее, нам дают еще вот такой вот мах. Маховое удилище легкое. Опять же, на Донце его будет с головой. То есть, вот ставите 5,5 леску нейлоновую. Собственно, сборку вот такую делаете. Ну, плюс-минус там, да. Перегруза нет. Вот. Я им еще не пользовался. Собственно, удилище вот таким образом выглядит у нас. На Донец этого удилища с головой. То есть, на самом деле, спасибо, как бы, в принципе, многим пригодится. Ну, и самый куш там у нас что получается? Катушка натора. Восьмитысячная. Это прям вообще имба. Но у меня тут не могу использовать это на медном, потому что я нахожусь. Но суть в том. 18,1 фрик. Восьмитысячная шпуля. Великолепная, я считаю. Но это за премиумный этап, ребят. Надо понимать. То есть, это награда уже вот за самый жир, за экстра выполнение. Плюс статуэтка, там и тому подобное. Также у нас, получается, наборы дают. Наборы это приманки ручной работы за Бонасибирский. У кого не прокачано. Ну, не скажу, что прям надо. Но на яме, например, неплохо они себя чувствуют. Плюс-минус там. Плюс ваглеры. Соответственно, у нас эксклюзивночки идут. Ваглеры для матча. Поиспользовать. У кого матчевое удилище есть тоже. В принципе, почему бы и нет. Неплохо эксклюзив. Я ничего не распаковывал. Оставлю для коллекции. Плюс набор этих самых... Как они называются? Трисогусок этих, короче, оперных театров Маттереза. Разных цветов. Просто три штучки. И что там еще у нас давали? Ну и там, получается, уже по мелочи. Да? То есть, кофе, чай, вино. Удилище это я показал. В обычных, да, здания. Тут шоколадки, ангара. Это все, я думаю. Итак, вы можете вот сюда вот нажать информацию и увидеть. То есть, давайте подведем итог по этому всему поводу. То есть, три ключевые момента, ребят, для быстрого выполнения этих заданий. Это, во-первых, юбилейные задания. В нашем дискорде по ссылке в описании заходите в текстовый канал. Юбилейные задания. То есть, пишите водоем, какой вам интересует медное. И поиском пользуетесь. Вам показывают сразу все посты по медному, где на что ловить. Он со всех каналов текстовых стягивает информацию. Не забывайте об этом. То есть, ладожская, ладожеское, чпоньк. И все, вот тут. Вся инфа у вас сразу будет в этих. Тыкайте, перейти. И вам сразу на пост кодает. Это первое юбилейное задание. Дальше. Текстовый канал. Поиск рыбы. С сайтиком вот этим. То есть, из инструкции о том, как им пользоваться. Поиск рыбы. Нажимаете. И попадаете. Выбираете количество дней. Относительно дня недели. Если понедельник один. Если среда три. Если пятница пять. Если воскресенье. То семь. И выбираете, соответственно, белое. Например, наживки. На какие приманки ловят. Рекорды. Или какая-то рыба вас интересует. Тот же головы. На какие наживки его ловят. Кузнечик, шмужнечик и все такое. Это второе. И третье. Поиск точек. Третий текстовый канал. Здесь ссылка на ВКшку. На иностранную. С китайскими точками. Точнее, она там, она русская. Это сайтик. Но, тем не менее. Посты там тоже есть иногда полезные. Плюс ВКшка всеми известная. И гайд о том, как в ВКшке пользоваться этим самым поиском. С постами и смотреть. Это вам пригодится вообще, в принципе, не только при выполнении квестов. А просто для комфортной ловли в обычное время тоже. И, соответственно, поиск точек. Как в Дискорде этим поиском пользоваться. Плюс грунт и клипса. Про который канал я сегодня пользовался. Сайте, который я пользовался и говорил. То есть, выбираете водоем. Например, комарина. Вы можете выбрать. Написать тут координаты. 31, 50. Я не знаю. 31, 58. Есть такие координаты? Ну, где-то есть, да? Наверное. 27, 58. Так, давай вот так. 72, 87, 72. 87. Вам на карте сразу показывает, где точка находится. И вы можете, соответственно, клипсу подобрать. Посмотреть, сколько клипса до той или иной точки. Плюсом, здесь есть, соответственно, кафешки. Вы выбираете, например, в Юнок. И вот здесь поехало кафе. Какие заказы бывают в кафе? Сколько штук, как бы, этих там головлей просит или того подобного. По времени, естественно, вам никто не скажет, когда эти заказы появятся. Потому что заказы в кафе это рандом. Появление их, соответственно, тоже рандом. Ну, и опять же, у нас тут много полезных текстовых каналов. Например, там есть вот барахолку. Тут люди там покупают живцов. Там продают снасти. Обмениваются на то или иное. Также там есть текстовый канал с трофами. Тут мы трофы оформляем. То есть, где что поймал, на что поймал. Карта, вся подробная информация. Клев тут. Но тут редко посты, как бы, бывают. Обычно трофов, как бы, что-то мы постим там. Хорошие или тому подобное. Не забывайте, что у нас в Дискорде есть правила. То есть, обязательно с ними ознакомьтесь по оформлению постам и тому подобное. Также есть текстовый канал со сборками. Для медного, например, 6 тут сборок или больше. Начиная вот с самой бюджетной сборкой. Бомж-сборкой я ее вроде назвал. 950 серебра. И заканчивая, как бы, топовыми сборками. Там с венгами 6000 и тому подобное. Также сборки, естественно, есть и для моря. Самый бюджетный, топовый и так далее. Для всех водоемов. Куори и тому подобные универсальные сборки. Есть гайд по морю у нас. Как на море, там, с теми или иными оснастками ловить филе. На сколько грамм там что режется. Вот. Вес трофеев. Есть полезный текстовый канал. То есть, тут с медного вот отдельно. По всем рыбам есть. По норвежке тоже отдельно. Остальное все списком идет по алфавитному порядку. То есть, сколько там, например, пали обыкновенная троф и сколько редких у нее трофей. Грунт эклипса я уже показал. Как бы цены по водоемам. Тут у нас табличка есть. То есть, где какая наценка на каком водоеме. В мастерской, в промтоварах, в рыболовном магазине. Фирменные и тому подобное. Прочность крючков там можете посмотреть. Собственно, прочность катушек. Плюс тут калькулятор прочности, кстати, есть. Опять же, очень полезная тема. Вы переходите по ссылке и пишите у вас, например, палка там прочностью 20 кг. И ваш текущий износ вы сюда вводите, например. Только себе копию сначала создайте. Вот тут гайд написан. Файл нажимаете и создать копию. И в копии своей уже меняете. Потому что в этом файле вы не сможете поменять. У вас доступа не будет. То есть, вы сюда прочность вкидываете 20 кг. Ваш износ там условно 5%. Значит, ваша текущая прочность в удилище 19.3. Также и по катушкам это все. Вашу текущую прочность, механизм можно посмотреть. Тут все расписано, как пользоваться этим сайтом. Ну, этой табличкой, которую я сделал. Плюс есть интерактивные карты. Тоже там можно посмотреть водоемы кое-что. Смазка есть. Информация по поводу смазок. Алкоголь и время действия. То есть, по алкашке. Какой алкоголь, сколько времени действует там. И какой буст, соответственно, к опыту он дает. Кафе-заказы. Плюс кафе-шаблоны. Мы тут отправляем. Опять же, кто кого что просит. Тут дофига, короче, инфы. Полезно в дискорде много. Ссылочка на наш дискорд будет, собственно говоря, в описании. Ну, вот такой вот долгий видосик, ребят, получился. Целых час. Вот и 15. Мне ОБС-ка показывает. Я тарахтел. Но это было необходимо для того, чтобы, ну, полностью всю ситуацию объяснить. Рассказать, показать. Как-то так. Вот. То, естественно, многие из вас вам выполнили эти задания быстрее. Чему я нещадно рад. В кавычках как бы. Но, вот как смог, так смог. Сейчас еще какое-то время у меня там займет видосик отрендерить и выложить. Так что всем огромное спасибо. Все интересующие вас. Ссылочки есть в описании. Не забывайте оставлять комментарии. Прожимать лайкосы. Ну, и что хотелось бы сказать. Всем чао-бао-де-хум-пао получается. А, господи, где у меня выключить-то запись? Все, разобрался. Всем спасибо за просмотр, за лайкосы, за общение. А какое общение? В комментариях, да. Это я, как обычно, после стрима прощаюсь. Ну, и всем пока-пока. Удачи в выполнении квестов. Руку пожал. Добра пожел. Продолжение следует.